О Петербургском международном экономическом форуме и о важности принятия решений мы поговорим с доктором экономических наук, профессором, специалистом в области управления устойчивым развитием экономики и социальной сферы региона, с доктором научно-исследовательского института при Дагестанском университете народного хозяйства Адуманаповым Салихбеком Габибулаевичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если говорить об итогах форума в Санкт-Петербурге, для Дагестана ум был особенным. Заключены соглашения, которые дадут новый импульс развитию региона. Три ключевых решения для республики, на ваш взгляд, какие бы вы выделили? Ну, такие мероприятия, тем более первые мероприятия в очном формате после пандемии, такие мероприятия позволяют, с одной стороны, презентовать республику как место для бизнеса, а с другой стороны, презентовать свои проекты для других регионов. Ну, на этот раз у нас основной упор делалось на то, чтобы презентовать республику как место для бизнеса, что ей позволило. Это наиболее значимые решения или соглашения по итогам этого форума. Это то, что были заключены соглашения о строительстве солнечных электростанций с компанией «Хэвилл». Это вопросы, связанные с привлечением федеральных операторов для сортировки и утилизации твердых бытовых отходов. И отдельно можно отметить продвижение того проекта, по которому уже были решения, это сеть «Магнит». Это, можно сказать, три крупные ключевые соглашения, которые были заключены в рамках работы этого форума. Кроме этого, конечно, были еще дополнительно, что полезно для республики, это были дополнительно встречи с представителями бизнеса общества Петербурга, то есть выходцами из Дагестана, которые предложили свои проекты. И, я думаю, в ближайшее время мы их увидим на дагестанских площадках, которые будут презентовать и попытаются реализовать эти же проекты, что будет иметь положительный эффект для экономики и для социальной сферы Республики Дагестан. Но все-таки для республики немаловажным является вопрос с твердыми бытовыми отходами. Вопрос под твердым бытовым отходом. Там вопрос поднимался о привлечении федерального оператора для сбора, сортировки и утилизации. И по ним достигнуты договоренности о совместном финансировании в форме субсидий федеральным правительством, республиканским правительством. Это проблема, которая годами у нас накапливалась. Дальше уже откладывать эту проблему уже нельзя. От этого зависит и развитие туризма, и благоустройство территории, это и благополучие населения, это и качество жизни населения. Поэтому эту проблему, в первую очередь, нужно в любом случае поднимать и стараться решить любой ценой. Глава государства неоднократно отмечал, что малое и среднее предпринимательство – основа развития страны. Поэтому много внимания уделяется развитию бизнеса. Как заключенные соглашения отразятся на работе предпринимателей региона, на ваш взгляд? С приходом Сергея Алимовича в республике активизировалась работа по привлечению не только крупных инвесторов, но и по поддержке, постпандемийной поддержке местных бизнес-сообществ. Это и разработка отдельных программ по разным направлениям для поддержки и стимулирования предпринимательской активности. Ну, отдельно здесь могу отметить то, что все те соглашения, которые были достигнуты и подписаны в Петербургском экономическом форуме, они, я думаю, лягут в основу той стратегии, которая на сегодня разрабатывается в республике Дагестан. Это стратегия 2030 на активной фазе разработки. И, кстати, Сергей Алимович там и обозначил в одном из выступлений, что до конца августа месяца будет у нас уже схема территориального планирования. Это отдельный документ, который разрабатывается после стратегии. И в рамках этой схемы территориального планирования уже предполагает размещение различных коммерческих объектов. То есть там будет обозначено, где какие объекты могут располагаться. То есть это, с одной стороны, результат этого форума и позитив этого форума, это, с одной стороны, то, что власть в лице руководства республики услышала представителей бизнес-сообщества выходцев из Дагестана, который проживает и в Санкт-Петербурге, и в Москве. Это и услышало наши ожидания другие представители бизнес-сообществ других регионов, в том числе и крупных компаний. И удалось республику хоть как-то презентовать на уровне страны как место для бизнеса, и в том числе и место для бизнеса в сфере туризма, в последующем, что связано с отдыхом и продвижением самой республики. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был доктор экономических наук, профессор, специалист в области управления устойчивым развитием экономики и социальной сферы региона, доктор научно-исследовательского института при Дагестанском университете народного хозяйства Абдулманапов Сальпек Габибулаевич.